Ребята, всем привет! С вами Руслан, мой блог Массер Декор. Сегодня мы оформляем зону радиусной стены, криволинейной стены. Она находится под подоконником. Почему выбрал именно это место? Потому что самое неудобное. Как я сделал сверху, я вам покажу, продемонстрирую. Там способ нанесения тот же, но здесь нюансов немножко больше. Поэтому, кто столкнется, это, конечно, видео предназначено, в первую очередь, для новичков, то, может быть, эти нехитрые моменты как раз пригодятся. Значит, ребята, понятно, что все прогрунтовано, обеспылено, именно латекс-мат нанесен в грунт, это грунтовка глубокого проникновения, и нанесен уже первый слой лавы, и сейчас наносим уже второй. Значит, лаву разводим не сильно жидко, потому что в таких местах очень трудно работать жидким материалом, формировать. Тут все-таки нужно оставлять объемчик. Если радиус очень большой, то кельма может не захватывать. А сильно узенькую кельму можно как бы заказать или самому сделать, но в этом нет смысла. Такой попадается не очень часто. Значит, ребята, что касается движений, сразу теория. Никаких горизонтальных движений шпателя быть не должно, потому что видите, какой радиус. То есть это будет просто создавать песаки. Только плоские движения, вертикальные, можно немножко по диагонали, но не более того. И все движения вверх-вниз, и немножко по диагонали можно уходить. Если кельму повернуть как при обычном нанесении, ну конечно же это будет как бы дефект. Ну что, переходим к самому нанесению. В принципе, видео должно быть быстрым, но информативным. Берем материал, да, вот он как выглядит. Не сильно капает. Значит, что касается нижнего нанесения, да, берем обязательно кисточку. Это просто быстрее. Вот. И жирненько наносим. Вот начало до конца. Тоже отрабатываем зону примыкания вот этих трубочек. Предварительно все естественно заклеили. И пол, как видите, тоже закрыт. Значит, берем материал и начинаем мы просто распределяемся равномерно, да. Понятно, что не вертикально, а только уже горизонтально, но кельма вертикально. С легким нахлестом на предыдущий материал. Материал наносим не жирно, но и не на издир. Немножко оставляем. Конечно, учитываем температуру нанесения, ну помещение вернее. Это играет на наше нанесение. Сейчас, как вы видите, ну очень жарко. Сейчас, ну не менее помещение, наверное, 30. То есть, ну южная сторона, жарко. Значит, смотрите, нанесли, сняли лишнее и формируем наш первоначальный рисунок, да. Сейчас мы не думаем про красоту. Как обычно, просто такая легкая взярошечка, распределение материала. Где его было мало, он сам по себе туда наползет. Благодаря нашим движениям, вот этим, немножко с непривычки может быть неудобно, да. Хочется постоянно завернуть кельму, но ни в коем случае этого делать не нужно. Так, здесь все вроде как понятно. Это мы, так, в таком стиле мы наносим везде по радиусным, как бы, линиям. Внизу так формировать будет сложно. Поэтому, ну, сначала, естественно, наносим материал. Вот, нанесли. Сейчас я сразу же нанесу, чтобы потом не возвращаться. Как так же, в любое такого неудобного места. Внахлёст также взяли на следующий слой. Вот. И здесь уже мы не сформируем нижней частью кельма рисунок. Поэтому здесь нужно обязательно перестроиться, то есть сверху вниз поработать. И здесь такие же движения. Тот же Марсель. Та же зерушка материала, если лишнее, сняли. И подзакрутились. Всё, даём материалу немножко дать свою влагу. И уже наносим, как обычно при своём же, ну, классическом нанесении этот Марсель, уже формируем красивый рисуночек, да. Точно так же потом снизу вверх соединяем и где-то подправляем. И при высыхании просто это всё поджимаем. Ну, вот, ребята. Всё, что я хотел вам сказать, коротко о, вроде бы как, сложном месте, сложной линии. Вот. Ну, на самом деле, используя вот эти нехитрые движения, можно красиво, качественно сделать этот декор. Всё, ждём подсыхания и продолжаем. Ребята, материал немножко подрядился, поэтому следующий этап. Вот. Сейчас немножко подожмём верхушки, которые уже, как бы, подсохли. Это, как видите, я уже взял не третий подоконник, а первый. Здесь три у меня. Ну, это не столь важно. Просто подсохнули, ну, менее первым. Значит, берём и очень аккуратными движениями, вот так просто, подразламываем эти лепесточки, да, раздавливаем не сильно. Потому что ещё будет окончательное третье поджимание в конце, которое будет практически по твёрдому материалу, который можно вжать от пластилин. Вот. Такие лёгкие движения, прям лёгкие, чтобы не испортить рисунок. На радиусе можно пережать и снести рисунок, потом подносить будет проблемно. Поэтому здесь желательно даже немножко, как бы, фактурку эту оставить. Эти лепестки Марселя, оно будет выглядеть более, как бы, красиво. Потому что заворачивается и будет, как бы, и легче наносить, и красивее объеме смотреться. Вот. Ну, если вам видно, вот уже трещина, просадка здания, ну, от этого никуда не денешься. Это неизбежно. Можем, конечно, здесь заказчику пока сделать лёгкую косметику, чтобы глаза не бросалось. Ну, потом это всё равно чревато. Снизу тоже самое. Проделываем ту же самую операцию, миленько раздавливая верхушки. Ну, и так всё. Весь шлейф, всего радиуса. Вот. Ну, на прямых стенах, может быть, и продемонстрирую. Ну, нету смысла. Очень часто мы наносим этот материал, потому что он является, как бы, флагманом. Очень красиво смотрится. Очень легко. Свежо. Хорошим фоном является. Потому что редко, когда люди хотят в акцент перейти, для этого используются какие-то там панно. Вот стены обычно не акцентные, а фоновые. Поэтому, ну, как говорится, есть топовые, как бы, материалы в каждой линейке, а есть второстепенные. Но это можно отнести к топовым. Поэтому, ребята, наношу полностью стены. Демонстрирую вам опять эту работу, хотя бы и видели подобные работы. Ну, опять же, будет интересно для тех, у кого, может быть, совпал этот интерьер. Похожая кухня, радиусные стены. И он может посмотреть и прикинуть, как бы это смотрелось в его, как бы, помещении, в его интерьере. Ну, ребята, приятного просмотра. Продолжаем. Работа закончена. Демонстрирую вам такую кухню. Это полноценная кухня, а не студия. Я без подсветки, без ничего. Первый раз снимаю, как бы, конечный результат, можно сказать, в естественном, как бы, освещении. То есть, чтобы показать, насколько фоново, приятно, легко смотрится. Жемчужный, легкий перелив. Но, если поиграться еще с подсветкой, получится очень шикарный, как бы, такой бархатный, сжатый коврик. Ну, такая нежная перламутровая фактура. Я немножко делал все-таки фактурное, добавлял слоя и делал, как бы, ну, разводил не очень сильно, потому что были дефекты все-таки. Здесь были обои, сняли, и были маленькие изъяны там и так далее. Ну, вот такая работа, ребята. Скажу, что те моменты, которые были для новичков по технике нанесения радиусных покрытий, ну, используйте их. Это реально облегчит вашу жизнь. Используйте вертикальное движение шпателем и диагональное. Не поворачивайте шпатель никогда горизонтально, а только вертикально диагонально. Субтитры сделал DimaTorzok